Новые факты уничтожения фашистами мирных жителей и советских солдат открываются практически в каждом районе Могилевщины. Это первые результаты деятельности рабочих групп по расследованию уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Такие группы в регионах собирают воспоминания свидетелей, изучают документы. Все это должно дополнить картину злодеяний фашистов и их пособников на территории Беларуси. Тамаре Константиновне 94 года. Сегодня ее жизнь наполнена радостью и любовью внуков и правнуков, которые навещают ее каждый день. Но всего этого могло не быть. В 1941-м в Стеславль пришли оккупанты и жизнь 16-летней Томы и еще сотни односельчан Большой Лещенки изменилась. Скитания по домам, сидения по углам, домашний скот приходилось прятать во враге. Помнят, как было страшно. Подъехала одна машина, другая, третья. Ну, к тому ров такой был, но у меня очень глубокий. Видимо, ходят люди. С одной машины вылились, с другой, с третьей. Там езжу им что-то там, я набеседую, им руками махали такое, все. Ну, видим, люди это посели на край берега, это рова. Ну, наверное, минут, наверное, может, 10, может, больше сядили. Ну, видим, уже стреляют с пулемета. Стреляют с пулемета. Там две машины спускаются вниз, с горы вниз спускаются. И, видим, пошли у рову, в глубину. И что, им уже снизу добивались. Подумали, может, кто же в это уже. Да. И тут, снизу их подстреляли еще. Это история о расстреле 16 военнопленных. Тамара видела все через окно амбара, в котором пряталась. Запомнила она всю жизнь. Потом рассказала внуку, как свои пять пальцев он знает местность и точно помнит место уничтожения людей. Вот здесь внизу речка течет. Около речки шла дорога. Вот она, ну, может, в метрах трех от речки шла дорога. И вот, как начинается березовая роща внутри, вот здесь, это серединка вот этого рва. И вот, но не в самом лесу, а вот именно вот эти окраинки, вот эти сосенки, которые молодые, где выросли, вот здесь как бы был сам расстрел. Историю расстрела помнили и другие жители деревни. Но место трагедии указывали не точно. Это затрудняло исследовательскую работу. Теперь же районная комиссия по расследованию фактов геноцида передала дело в прокуратуру. Комиссия собирается раз в неделю. Было проведено уже два заседания. На заседаниях говорим, что было исследовано за неделю. Подаются сведения в местную прокуратуру, прокуратура в область, ну и так далее. Сколько проработает комиссия, пока неизвестно. Материал обширный, для истории очень интересный. В военной истории Мстиславля много трагических страниц. До Великой Отечественной примерно 60% жителей Мстиславля составляли евреи. Во время оккупации, во время Великой Отечественной еврейского населения в городе стало еще больше. И вызвано это было тем, что евреи из уже оккупированной Польши искали спасения на наших землях. Один из самых крупных мстиславских мемориалов находится между двух городских рвов. Кагальный колодец – еще одно место в Мстиславле, которое помнит все страшные годы Великой Отечественной войны. Здесь захоронено около полутора тысяч мирных жителей. Что такое кагальный колодец? Кагальный колодец значит колодец общественный, от еврейского слова кагал. То есть из этого следует, что он принадлежал еврейской общине. И именно из него набирали воду ключевую и развозили по всему городу. Именно здесь 15 октября 1941 года было расстреляно 1300 евреев, 168 белорусов и 35 цыган. Также тут была расстреляна группа военнопленных. Это уже Могилевский район. Члены комиссии выявили 10 новых случаев военных преступлений. В Княжецах на улице Горная расстреляли двух мирных жителей за связь с партизанами. В деревне Куты Вендорского сельского совета изучают захоронение партизан. Это инициатива проректора по учебной работе МГУ имени Кулешова Олега Детченко. Мы подали эти сведения о том, что на территории гражданского кладбища, деревни Куты, есть эти захоронения, которые до настоящего времени не были учтены, а многих даже погибших в годы войны забыли, информация была утрачена. При изучении архивных документов нашли сведения о шести убитых крестьянах. На данный момент удалось определить захоронение троих расстрелянных. На кладбище более 700 захоронений. И часть имеет лишь кресты, без надписей. Здесь похоронены крестьяне, которые были расстреляны немцами в 1942 году. В результате карательной экспедиции, предположительно, которую возглавлял немецкий палач Оскар Деливангер, очень известный своими преступлениями на территории нашей Могилевской области. Очень много еще неизвестных. И вот каждый день, каждый день буквально вскрываются новые факты, новые фамилии. Поэтому очень это большой, колоссальный труд. И это будет учтено. И я так думаю, что это правильно. Предстоит еще много работы со старожилами, краеведами, с архивными документами и документами ЗАГСов. По выявленным фактам проведут экспертизы и восстановят имена жертв геноцида и тех, кто совершил преступление. Редактор субтитров А.Семкин